Николай II стал первым человеком в истории, которому удалось послушать трансляцию оперы в прямом эфире. Будущий император сумел насладиться всеми ариями до единой, находясь за десятки километров от сцены. Отличный пример нестандартного использования обычного телефона. В 1892 году телефон только-только появился в Зимнем дворце, и цесаревич Николай тут же решил воспользоваться им в своих интересах. А главный интерес у него в то время был Мариинский театр, но не только потому, что Николай был страшно влюблен в балерину Матильду Кшесинскую. Николай Александрович обожал театральное искусство во всех его проявлениях и не желал ограничивать себя в этом удовольствии даже в Великий пост, когда членам императорской семьи не полагалось присутствовать на развлекательных мероприятиях. Для Николая Александровича проложили индивидуальную телефонную линию прямо к сцене Мариинского театра, где как раз в те дни состоялась премьера «Виковая дама». Цесаревич снимал трубку в своей комнате и слушал восхитительное пение Медеи Фигнер почти без помех, уж насколько позволяли телефонные провода в то время. Так что вот вам высокие технологии 19 века – проводной телефон плюс неограниченная власть. Ну что, ваш новенький смартфон уже не кажется вам такой уж полезной штукой?